Добрый вечер, это новости Прима. В студии Анастасия Цыганова. Сейчас коротко о главных событиях Даня. В Госдуме отклонили проект закона об отсрочке для отцов троих детей. А осужденных по тяжким статьям все же могут отправить в зону спецопераций. Какие еще обсуждают нововведения? Транспортное приложение снова заработает в маршрутках. Как его установить и где оно будет действовать? Новый пандус на семафорной построен так, что пешеходы могут покалечиться. А в парке на мясокомбинате закончили благоустройство. Стефания Микишова оценила качество в дежурной группе. Трижды лишенный прав водитель снова попался пьяным за рулем отцовского УАЗика. Чтобы остановить его, инспекторам пришлось открыть стрельбу. Одно из главных событий дня, как часто бывает в последнее время, не из красноярской повестки, а из федеральной. Еще накануне официально было анонсировано заседание Совета Безопасности, которое проведет президент Владимир Путин. Тема «Нейтрализация угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулирование миграционных процессов». В телеграм-каналах предполагают, что одним из вопросов заседания может стать изменение правил выезда военнообязанных мужчин из России. С развитием темы будем следить в режиме реального времени. Мобилизованный из леса Сибирска мужчина умер по пути на специальную военную операцию. Как сообщают его родственники, случилось это в учебном центре. И теперь близкие умершего пытаются выяснить точную причину гибели. Сегодня родных мобилизованного не пустили в морг, уверяют люди. По словам родственников, Валерий Соблаков скончался 15 октября. В предварительном заключении о причинах смерти указано, что у мужчины был отек легких и пневмония. Хотя накануне вечером Валерий спокойно переписывался в мессенджере со своей сестрой. Он сообщил о легком недомогании, но серьезных жалоб на здоровье, говорят родственники, не было. Условия в военном учебном центре его тоже якобы устраивали. Валерию было 35, на специальную военную операцию он отправился добровольно. 4 октября вместе с другими призванными лесосибирцами его отправили на подготовку в Кемеровскую область. Никаких противопоказаний по здоровью вроде не было, говорят близкие. И сейчас они ждут окончательные результаты судебно-медицинской экспертизы. Вероятно, готова она будет только через две недели. Похороны же состоятся завтра в Лиссосибирске. В Госдуму внесли несколько новых законопроектов, которые касаются мобилизации. Часть из них только на рассмотрение, часть уже прошли. Первое и даже второе чтение. В теме сегодня разбиралась моя коллега Алена Крышениникова. Она уже в студии. Алена, здравствуй. Что удалось узнать? Здравствуйте. Ну, начнем с законопроекта, разрешающего мобилизацию осужденных по тяжким статьям. Я сразу скажу, что речь не идет о тех, кто отбывает наказание сейчас. Речь идет только о людях, которые имеют неснятую или, как говорится, непогашенную судимость. Для тяжких статей это еще 8 лет после выхода на свободу. Здесь же стоит отметить, что тяжкие преступления – это не только нанесение вреда человеку. Чаще это статьи за хранение, распространение запрещенных веществ, взяточничество и прочие правонарушения, которые не связаны с нанесением физического вреда людям. Уже сегодня этот законопроект проходит второе чтение, но не факт, если его примут, что бывшие заключенные вообще получат в руки оружие. Помимо должностей, связанных с непосредственным выполнением боевых задач, существуют склады, работники складов, кухня, работники кухни, снабжение, перевозки и так далее. Очень много должностей, которые никак не связаны с оружием. Теперь о законопроектах по отсрочкам. Первое предложение депутатов разделить их на два типа – положенные по общей и при частичной мобилизации. Причем для частичной перечень будет гораздо шире, говорят специалисты. Пока эту инициативу только рассматривают, еще два законопроекта, которые касаются бизнеса, сегодня приняли сразу в трех чтениях. Один касается кредитных каникул для ООО, в которых мобилизовали единственного участника. Второй – для ИПшников и учредителей юрлиц. Им дадут семь суток перед отправкой в войска, чтобы решить все свои организационные вопросы. А еще процедуру передачи бизнеса по доверенности для них сделают проще. Обсуждали депутаты и отсрочки для многодетных отцов с тремя и более детьми – отцов детей-инвалидов, а также единственных сыновей и дочерей одиноких родителей. Предложения эти в Госдуме отклонили. Зато эти категории включили в другой законопроект о праве на альтернативную гражданскую службу в период мобилизации. Это значит, что если его примут, послужить стране можно будет и не участвуя непосредственно в боевых действиях. Граждане, пребывающие в запасе, имеют право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в период частичной мобилизации и могут направляться на работы, предусмотренные статьей 4 Федерального закона об альтернативной гражданской службе, в том числе для обеспечения безопасности образовательных организаций. Сейчас право на альтернативную службу имеют те, кто не может взять оружие в руки из-за вероисповедания или по убеждениям, а еще коренные народы. Новый же законопроект предполагает расширить эти категории и добавить многодетных отцов, отцов-одиночек с несовершеннолетними детьми, единственных кормильцев в семьях с инвалидами, сыновей и братьев погибших военнослужащих и единственных сыновей и дочерей у одинокого родителя. Еще там будут некоторые другие категории. Сейчас этот проект рассматривают в Комитете по обороне. Впрочем, есть один нюанс. Граждан, проходящих альтернативную службу, могут отправить на должности гражданского персонала в армии. На этом все. На продавщицу из Назарова почти упал кирпичный козырек магазина, но женщина осталась жива и даже не пострадала. Судя по кадрам, грузовик снес крыльцо павильона. Водитель «Газели» не учел габариты и задел корпусом железный каркас вывески. Она и все кирпичные колонны рухнули. Но продавщица успела шагнуть назад и уклониться от камнепада. Мужчина, который был за рулем грузовика, теперь должен возместить весь ущерб. А сейчас еще несколько новостей от интернет-изданий. На Пашином бродячая собака укусила школьника. Момент попал на уличные камеры на судостроительной 35. Видно, что по тротуару идут дети и взрослые, тут же бегают собаки. Одна из них пыталась цапнуть девушку, но та увернулась. А вот школьник не смог. В департаменте горхозяйства рассказали, знают о проблеме в районе. По их данным, собаки живут на местной стройке. И часть жильцов сами их прикормили. Трижды лишенного прав водителя УАЗа пришлось задерживать со стрельбой в Северо-Енисейском районе. Ему грозит до трех лет тюрьмы. 35-летний мужчина снова был пьян. Игнал на отцовской машине по трассе Епишино-Северо-Енисейск. Выезжал на встречку. Требования инспекторов остановиться игнорировал. Дважды полицейские стреляли в воздух, затем по колесам. Алкотестер показал водителя десятикратное превышение. 1,46 промилле. Директора Центра спортивных клубов Максима Кузнецова подозревают в мошенничестве на 18 миллионов рублей. Заведено 4 уголовных дела. По версии следствия, он сдавал Главному управлению по физической культуре фиктивные отчеты о якобы проводимых молодежных мероприятиях. А трое инструкторов, трудоустроенных в Центре спортивных клубов, фактически там не работали. Следователи выясняют, кому еще Кузнецов мог передавать деньги. На острове Татышев яблони замотали полипропиленовая пленка. И так деревья готовятся к зиме. В администрации парка говорят, укрывной материал должен защитить стволы от мышей. Грызуны способны повредить кору. А это влияет на цветение и урожайность. В Роевручей из Новосибирского зоопарка привезли шестилетнюю самку снежного барса по кличке Кисуня. Сейчас она на карантине. Вывоз краснокнижной кошки согласован Россельхознадзором. Цель – дальнейшее содержание и разведение для пополнения популяции. Для этого Роевручей совместно с Саяно-Шушенским заповедником к 2023 году построят в Красноярске спецвольеры. Миллиард рублей. Столько могут стоить выборы губернатора Красноярского края, которые пройдут уже в следующем сентябре. Это общая сумма, которая понадобится, если голосование растянется на два тура. В 2018 избрание главы региона обошлось краю всего в 400 миллионов, но и проходило оно в один этап. Данные о бюджете на подготовку и проведение избирательного процесса указаны в пояснительной записке к проекту краевого бюджета. Почти 146 миллионов из миллиарда уйдет на работу избирательных комиссий. Там пояснили, что список расходов большой – это и организационные траты, и оплата труда, и перелеты в труднодоступные округа. Если выборы удастся провести за один тур, траты сократятся на 40%, то есть до 600 миллионов, уточнили в избиркоме. Оставшиеся 400 должны вернуться в бюджет. Транспортное приложение снова заработает в Красноярске, где его можно скачать. И будет ли действовать скидка на проезд, расскажем после короткой рекламы. Новое приложение для оплаты проезда в городском транспорте Красноярска. Власти планируют запустить в ближайшем будущем. Каким будет это приложение, нам рассказал разработчик Красноярск Автотранс. Мы составили для вас короткий справочник. Нужно устанавливать новое приложение или заработает старое? Да, приложение придется скачивать и устанавливать заново. Сделать это можно будет с сайта Краевого Минтранса, Красинформ и официального портала города. Какие маршруты будут работать по новому приложению? В Красноярске оплатить поездку через приложение можно будет на всех маршрутах. В остальных городах края чуть позже, как заключат договоры с перевозчиками. Сохранится при использовании приложение скидка по карте МИР. Тут придется выбирать. Либо оплата через приложение, тогда полный тариф, либо расчет смартфоном с привязанной картой МИР. Тогда льготная оплата в 24 рубля сохранится. Действует она до 31 декабря этого года. Будет ли новый функционал у приложения? Пока никаких новых функций в приложении не планируется. Все будет как и прежде. Оплата по номеру, либо через QR-код. Разработчики не исключают, что со временем добавятся новые возможности. Как можно будет вернуть деньги? Чтобы вернуть оплату за проезд, надо оставить заявку в мобильном приложении. Деньги вернутся не сразу. Когда приложение заработает? В тестовом режиме его запустят 15 ноября. Ну а уже 1 декабря, если все пройдет нормально, безналичная оплата по приложению должна заработать повсеместно на городском транспорте. В ямку. Бух! Это дежурная группа, и мы начинаем ее на улице Симафорно. Здесь не так давно, буквально две недели назад поставили новые пандусы. Но им, как мы с вами знаем, пользуются тогда, когда не могут пройти по лестнице. То есть это либо инвалиды-колясочники, либо мамы с колясками. Но по этой конструкции, честно говоря, не то что колесом, ногами передвигаться не очень безопасно. И такие стыки здесь на каждом повороте, на самом деле, вот это самый большой. Вы только посмотрите, моя нога пролазит абсолютно полностью, а у меня, между прочим, 39 размер. Не так много времени прошло, а металлическая сетка уже прогнулась, и не только в этом месте. И само расстояние между сеткой и перилом, оно, посмотрите, даже больше моей руки. Мы сегодня измеряем все моими частями тела, на самом деле. Но это очень много, вот я даже не дотягиваюсь. Но это, ну, ненормально, сюда уже все что угодно может провалиться. Скажите, ну неудобно же? Конечно, неудобно. Как оно может быть? Удобно быть, дырки такие. Там-то внизу-то вообще нормальная дырочка. Вам повезло, что вы еще сильный мужчина, да? Супруги, да, моей тут точно неудобно. Мы обязательно отправим эти фотографии в администрацию Свердловского района, фотографии этого пандуса. И надеемся, что пролеты все-таки чем-нибудь заделаем. А пока едем дальше. На улицу уже прохладно и еще хочется немножечко тепла. Именно поэтому дежурная группа приехала на пляж мясокомбината, чтобы поностальгировать о лете. Но это не единственная причина. Вторая причина, то, что здесь заканчивался второй этап благоустройства. Озеро-парк Октябрьский, кстати, именно так он теперь и называется. И не зря мы в этом году сделали эту стелу. Уберем стереотип, который уже существует, произнося, допустим, где мы встретимся на местном комбинате. В этом году здесь сделали парковку. Пока она вот в таком состоянии, ее отсыпали щебнем. В следующем году обязательно, сказали, продолжат благоустройство. Наверное, закатают в асфальт. Потому что это только второй этап благоустройства. Их нам, как сказали, будет еще, наверное, штук пять. Дальше парковки есть площадка для выгула собак. В центре парка поставили три качели. Одна из них лежачая. Вот такая прекрасная корзинка. Деревянная рыба, она еще тоже не закончена. В следующем году эту композицию дополнят мхом. И вон там, вы смотрите, зеленый муравей. Воспитатели детского садика придумали легенду, что рыба это хранитель нашего озера, чистоты, а муравей хранитель чистоты леса. Да, и поэтому мы в будущем ожидаем обязательно еще два персонажа, которые здесь появятся, которые будут улицетворять еще воздух и огонь. Также в этом году здесь сделали тропу здоровья. Это несколько зон с разным покрытием. Вот, допустим, шишки, дерево, кругляши, валуны, средние камни и мелкая галька. Всего 180 метров. И предназначена она в том числе до того, чтобы летом ходить по ней босиком. Так что обязательно приходите, будем оздоравливаться. Красноярск, похоже, становится столицей граффити. Мы сейчас находимся во дворе культурно-делового центра «Особняк». И здесь подпорные стены разрисовали множеством сортов яблок. Ну, множеством это я так говорю. Насколько нам известно, здесь представлено пять сортов, которые вывел Всеволод Крутовский. Это «Аврора», «Девичья красота», «Красноярская зеленая» и «Красноярский сибиряк». А какие еще сорта выведены в Красноярске и адаптированы под наши суровые условия? Сейчас нам поможет в этом разобраться садовод-опытник. Здравствуйте. Расскажите, какие у нас еще есть сибирские сорта и какие из них самые вкусные? Ну, в Сибири в настоящее время, конечно, произрастают много сортов. Садов Крутовского вкусные летние, это грушовка московская. Вот там может расти эротмил бы. Художник есть художник. Он так видит, он художник. Он так видит, он фантазирует, чем красивее, тем лучше. Но листва совершенно не похожи на... На яблоки? На яблони. А, не яблочные листы какие-то, да? Они яблочные, но уж больно острые. Вот такая яблочная дежурка. Если вы увидели по городу также что-нибудь интересное или необычное, обязательно присылайте нам фото и видео на Вайбер и Ватсап. И, конечно, звоните по телефону, чтобы сообщить свои новости. Если делаете это с мобильного, не забудьте добавить 8 391. А дальше все как обычно. 202 22 22. Стефания Микишова, Наталья Копыткова. Новости Прима. В Норильске полугулый вахтовик залез на памятник, целовал его в губы и очень громко просил отгул. К слову, в северном городе сейчас около нуля. Видео неординарного поступка появилось в одном из Норильских телеграм-каналов. В сети люди пишут, что работяга, вероятно, под градусом, и поэтому его перепады настроения от любви до ненависти вполне понятны и объяснимы. Полицейские начали проверку и уже ищут вахтовика. Якобы на ночной перформанс пожаловалась местная жительница. Пройти обследование ближе к дому смогут маленькие и большие пациенты правобережья. Завершается ремонт взрослого отделения в Кировском районе. Капиталят и детскую поликлинику в Свердловском. Анна Гейнс узнала, когда открытие и какие возможности появятся у медиков и посетителей. Зона ожидания, да, совершенно для наших пациентов. А вот здесь вот как раз кабинеты педиатров. 14 педиатров, узкие специалисты и диагностика. В обновленном здании у каждого доктора, наконец, будет свой кабинет, рассказывает зам главврача детской поликлиники. До ремонта в помещениях на 60 лет октября бывало дети Свердловского района ходили в кабинет по двое, на два участка. Теперь здесь хотят сделать не только новее, а удобнее по современным стандартам оказания помощи. В рамках реализации национального проекта модернизации первичного звена мы проводим капитальный ремонт нашей детской поликлиники, которого мы ждали ровно 50 лет. Здесь мы планируем открыть даже новые виды медицинской деятельности. Мы здесь обязательно откроем кабинет ультразвуковой диагностики. В поликлинике откроется совершенно новый хирургический кабинет. Для него закупили оборудование. А пока рабочие меняют абсолютно все коммуникации. Маленьким жителям района приходится пока ходить в филиалы на Матросово и Судостроительную. К открытию, к лету 2023 года, здесь изменится вообще все. Интерьер, мебель, входные группы. Они все продуманы максимально. В детской поликлинике чуть сдвинули внутрь стены и предусмотрели вот такие ниши под мебель. Здесь будут ждать пациенты приема и не будут мешать тем, кто идет по коридору. Коридор в целом станет шире, как вот здесь на Затонской, где тоже идет и уже почти заканчивается ремонт. А вот здесь мы организовали холм, потому что вестибюля не было и, соответственно, не было такого удобства. Это взрослая поликлиника. Она находится в Кировском районе. Консультации здесь и раньше получали жители других районов, а после реконструкции возможностей станет больше. Строители обновят здание внутри и снаружи. Будут новые УЗИ-аппараты, диагностическое оборудование, кабинеты функциональной диагностики. Все это окажется ближе к дому прикрепленных пациентов. Хирургическая служба будет расширена. Здесь появятся и перевязочные, и возможность проведения таких малых амбулаторных оперативных вмешательств. Дополнительно, конечно, для жителей появится возможность получить консультацию лор-специалиста. Пациенты с температурой, с инфекционными заболеваниями. Они будут маршрутизироваться рядом в структурном подразделении на Затонскую, утрет буквально здесь 70 метров, а в этом структурном подразделении будет проводиться исключительно плановая амбулаторно-поликлиническая помощь. Это здание строители закончат уже к концу года. Обновленная поликлиника пополнит список готовых объектов. В 2022 году по нацпроекту здравоохранения в Красноярске уже закончен ремонт в поликлиниках Октябрьского и Железнодорожного районов. Анна и Павел Гейнцы, Новости Прима. Прямо сейчас президент России Владимир Путин проводит Совбез, Совет Безопасности. Мы всю нашу актуальную информацию постим в Телеграме Примы. И наши коллеги тоже это делают. Давайте расскажем подробнее. Несколько тезисов. Военное положение с полуночи вводится в Херсонской и Запорожской областях, также в ЛНР и ДНР. Это указ президента. Главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Это второй тезис и третий тезис от Телеграма Примы. Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизованного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч рублей. Будем продолжать обновлять информацию. Давайте посмотрим, что об этом пишут еще и наши коллеги. Телеграм-канал «Осторожно новости» объясняет, что же значит вот это военное положение. Итак, это комендантский час. Запрет находиться на улице и в общественных местах в определенное время суток. Также случайных прохожих могут остановить на улице и попросить показать паспорт. И срок задержания в таких случаях не должен превышать 30 суток. Это особый режим оборота алкогольной продукции, а также лекарств, препаратов, содержащих наркотические и сильно действующие вещества. Особый режим въезда и выезда из территории, на которой введено военное положение. А также привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны. Например, это может быть ликвидация последствий применения противникам оружия, восстановление поврежденных объектов экономики. Вот таким образом можно помогать будет. А также конфискация вещей, необходимых для нужд обороны у организации граждан. Но тут очень важная пометка. Государство в таком случае обязано выплатить стоимость изъятого имущества. Также телеграм-каналы раньше всех, но почти пишут, что границы Российской Федерации в связи с военным положением в четырех регионах закрывать не планируется, сообщает Кремль. Это подтверждает и МИД РФ тоже. Какие-то дополнительные ограничения на выезды страны вводиться не планируется. Также сообщается, что восемь субъектов Федерации переведены сейчас в состояние среднего уровня реагирования. Идет перечисление. Это Крым, это Краснодарский край, это Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Курская область, Ростовская и Севастополь. Ну и также сообщается, что на присоединенных территориях вводится территориальная оборона. Прямо сейчас я напомню, идет президент России Путин проводит совбез, и в нашем телеграмме Прима можете следить за всей актуальной информацией. И мы продолжаем. И на улицах города мы сегодня спрашивали у красноярцев, какие же события происходят у них в жизни. Всеми приятными и неприятными новостями за день можно поделиться с нами, рассказать об этом в наш красный микрофон. И вот, что радовало и печалило вас сегодня. Я работаю преподавателем английского. Вышли заочники на сессию, готовятся, сдают зачеты. Радуемся каждому дню, стараемся не думать о плохом. Вот. Живу тем, что сын взрослый, что поступил на бюджет. Может быть единственное, кстати, от души на удовольствие сходить в баню. Так что всем в баню, легкого пара. Я в спортзале была. Подкачалась. Подкачалась. В связи с этим какое настроение? Прекрасное, абсолютно. Качайте дух и тело свое. Готовлюсь к соревнованиям по баскетболу. Очень сильное, серьезное соревнование для техникума. Очень переживаю насчет этих соревнований. Папа меня очень сильно поддерживает в этом. Он очень верит в меня. Говорит, что я справлюсь. Искала долгодачу. Я, например, ее сейчас покупаю. Это меня радует. Земля – это важно сейчас в наше время. Что еще? Ну, вообще в жизни много интересного. Прохожу различные курсы. Увлекаюсь многим. И нумерологией, и кинезиологией. Практика предипломная. А, чем занимаешься? Ну, самолеты ремонтировать. Я еду заниматься с внуками. Мужчины идут воевать, а бабушки принимают внуков. В Стивногорске, да, переехали сюда. Ребенок учится здесь в колледже. Мы снимаем здесь пока квартиру. Вот временно. Я думаю, что все у нас изменится. Рыбка у нас салата. Предварительно мы ее разморозили. Посолим морской солью. Так как они у нас морские. Проходим, проходим. А вообще вы как-то различаете пингвинов? Да, у них есть кольца. Сейчас в нашем зоопарке проживают 11 пингвинов Гумбольта. 4 самки, 6 самцов и пингвиненок Муля, пол которого не определен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова